Ну что, давайте начинать. Еще раз всем говорю привет, добрый вечер. Давно мы не проводили в такое время вебинар. Посмотрим, как это будет. Да, и сегодня еще такая необычная тема. Мы сегодня поговорим о разных базах знаний в формате вопрос-ответ. И все вы их, наверное, знаете. И по крайней мере два сервиса, которых я писал в анонсе. Это Quora и это The Question русскоязычная, которая в принципе является неким, ну, то есть некой копией сервиса. И таких на самом деле много. Мы поговорим сегодня о том, что это такое, почему это полезно, интересно вообще, как этим пользоваться, почему люди этим пользуются, почему это так популярно. И как это использовать, собственно, в своих проектах. И как это сделать, например, с инструментами, с открытым исходным кодом. Окей, поехали дальше. Сейчас я скажу несколько стандартных слайдов для тех, кто смотрит записи. Если вы не знаете, кто мы, что мы, кто я, в двух словах просто пробегусь. Итак, меня зовут Алексей Ниц, я являюсь вент-редактором тип лица социальных технологий. В то же время я веду вебинары и делаю видеоуроки. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне по поводу нашего проекта, вы можете задавать их мне напрямую, либо через почту, либо в Фейсбуке. Найти меня, в принципе, достаточно просто. Наш сайт выглядит вот так. Мы везде в социальных сетях слэш-типлица.ст и наш сайт это tte-st.ru. Мы общественно-образовательный проект, который связывает два полюса. С одной стороны, это некоммерческие инициативы проекта, активисты, социальные предприниматели. С другой стороны, это IT-секторы. То есть это люди, которые владеют технологиями, но часто не задумываются о том, что свои навыки и знания можно использовать для того, чтобы создавать какие-то важные проекты, которые могут привести к каким-то социальным изменениям. Поэтому разными способами мы это делаем, в том числе с помощью вот таких мероприятий онлайн, как этот вебинар. И, естественно, что мы проводим много мероприятий. Мы записываем. У нас есть канал на YouTube, на который я очень сильно вам рекомендую подписаться, чтобы не пропустить что-то интересное. Хочу сакцентировать ваше внимание на двух плейлистах. Так, вот, да. Первое – это, естественно, записи вебинаров наших, потому что мы проводим два вебинара в месяц. Соответственно, уже накопилось достаточно много, больше 50 вебинаров, по сути-таки, большие видео, где вы можете найти ответы на разные вопросы. Либо я приглашаю внешних спикеров, они рассказывают что-то по своей теме. Либо я пытаюсь в формате «Разбираемся вместе» рассказать вам какие-то вещи и показать, что если я с обычным уровнем знаний и понимания могу разобраться, то, собственно, вы можете сделать это тоже. Поэтому рекомендую зайти посмотреть, что уже было сделано. И, как бы, наверное, полезно, что для себя найдете. И второй плейлист – это скринкасты, это видеоуроки, это более такие быстрые видео, да, там практически 5, 6, 3, 9 минут. И вы можете научиться, как использовать какие-то онлайн-сервисы или сделать какие-то штуки более эффективно в своей работе, независимо от того, где вы работаете. То есть, там, в НКО, в студент или просто вы в какой-то компании работаете. Много чего есть про дизайн, про цифровую безопасность, так что советую зайти посмотреть. Ссылки к ликобельным. И о чем же мы сегодня поговорим? Хороший вопрос. Мы сегодня поговорим, естественно, о таких платформах, как The Creation и Quora. И на их примере расскажем, что такое база знаний, зачем они нужны и в чем их преимущества и так далее и тому подобное. Наверное, все вы ими пользуетесь. Давайте вопрос, пока я перелистываю, да, кто из вас пользуется постоянно или более-менее иногда заходит на The Creation или на Quora? И поставьте тоже плюсики, чтобы было понятно. И если, например, вы не знаете, что это такое, поставьте минус. То есть тоже будет интересно посмотреть, собственно, кто в каком виде. Да, Анастасия, вот она не пользуется и не заходит. Хорошо. Значит, сегодняшний вебинар будет разбит на две части. Первая, я расскажу, что такое вообще база знаний в формате вопрос-ответ, как бы это ни было банально, да, то есть в принципе это логично все, но тем не менее есть некие нюансы, которые можно использовать в своей работе, и это очень интересно. И вторая часть – это обзор инструментов, такой быстрый обзор, потому что, в принципе, это, по сути, просто рекомендация сервисов, с помощью которых это можно делать, да. Это сервисы с открытым исходным кодом, и, в принципе, для того, чтобы вам создать собственную базу знаний, конечно, будет необходим какой-нибудь программист, который сможет это сделать, потому что без знаний программирования это, в принципе, невозможно сделать. Окей, двигаемся дальше. И давайте зададимся вопросом, собственно, как мы ищем ответы на свои вопросы в сети. Вот у нас часто возникают вопросы, да, и раньше, когда люди жили без интернета, и благо это было, наверное, для многих интересно, да, мы всегда спрашивали своих знакомых, друзей, коллег, задавали им вопросы, да, если нам что-то интересовало. Я вот сейчас приведу пример, допустим, вот у меня там сломался компьютер, вопрос, что мне делать, да. Раньше я бы спросил своих, там, друзей и знакомых, чтобы они мне посоветовали. Сейчас с помощью интернета это можно сделать намного быстрее, но есть разные способы. В первую очередь, это, естественно, зайти на какой-нибудь поисковик, Google или Яндекс, да, вбить просто, там, ремонт компьютером и посмотреть те результаты, собственно, которые есть. И, как вы видите, на самом деле, в начале тут всегда это реклама, рекламные ссылки. Дальше, если вы пролистнете, там будут уже ссылки на какие-то, не знаю, организации, которые делают ремонт. То есть это самый простой способ, это погуглить, да. Далее, что еще мы можем сделать? Дальше, естественно, у нас у всех есть сети. У меня не мусорит почему-то, хотя я вижу, что уже перелиснулось. Да, и самый простой способ, мы можем спросить у своих друзей в социальной сети что-нибудь, да. Вот я тут перевел пример просто поста, я так специально замазал имена, чтобы просто это, ну, там, было приватно, да. Допустим, человек какой-то спрашивает у своих друзей, знакомых, что делать. Вот у меня там проблемы с ноутбуком, что мне делать, собственно, да. Естественно, что если у вас так достаточно много людей и знакомых, они вам посоветуют, там, не знаю, какой-нибудь адрес, или как решить проблему. То есть это тоже достаточно действенно, да. Даже независимо от того, знаете вы этого человека лично или нет, вот это вот ощущение, как бы, мнение пользователя, оно очень важно для нас, да. И даже если мы не знаем их в реальной жизни, то мы им можем прислушиваться, например, да, и сделать так, как они советуют. Но это не единственный вариант, который еще существует, да. Что если я хочу знать мнение компетентных людей? Что если мне важно понять и быть уверенным в том, что то, что мне советуют, это действительно оптимально, да. И, там, это, как бы, этому мнению можно доверять. И, собственно, для таких целей существуют такие платформы и так называемые базы знаний. И это в том числе вот Закэтчин и Закора. То есть это два, например, самых популярных сервиса, я считаю, да, там, в России, ну, и в англоязычном мире это Кора. И Закэтчин это в России. То есть, сейчас я расскажу, в принципе, вкратце, что это такое, да, и, то есть, почему это так, как бы, интересно, действительно и полезно. Значит, действительно вопрос, да, вот эти сервисы, The Question, Core, Stack Overflow, если вы программисты, да, и другие, вот вообще, что же это такое? И, как я уже говорил, что это называется, вот так выглядит, в принципе, Закора, там, задают вопросы, кто-то там что-то комментирует, вот такой вид имеет. The Question, да, вот имеет такой вид, может быть, вы видели в социальных сетях, многие пользователи постят вопросики, какие смешные названия, картинки, там, например, вопросы, да, вот там, правда ли, там, люди могут посидеть в один миг, или почему может раздражать лицо совершенно незнакомый вам человек, там, то есть, люди спрашивают все, что угодно, вообще. Stack Overflow – это платформа, по сути, для вопросов и ответов для программистов, да, здесь вопросы задаются более-таки технологические, да, там, с языками программирования, и вы можете найти ответ на любой вопрос. Так вот, да, и еще вот ответы Mail.ru, наверное, есть еще какие-то, да, я просто вот погуглил самые популярные, наверное, когда вы ищете, например, в поисковике, опять же, вопросы-ответ, да, вы, наверное, видели, вот, как бы, ну, вот эти все сервисы, по крайней мере, вот ответы Mail.ru точно видели на какие-нибудь странные или простые вопросы, например, там, не знаю, сколько, чего-то делать и так далее. Так вот, что же это такое за сервисы и за платформа, и, собственно, как они работают? Это называется, по сути, база знаний в формате вопрос-ответ. Значит, каждый зарегистрированный пользователь может задать вопрос или ответить на другие вопросы. Вот в этом, собственно, быстрая такая простая суть этих сервисов. И важно понимать, что существует некое ранжирование вот этих вопросов и ответов в зависимости от популярности, то есть, насколько они популярны, насколько часто люди отвечают на эти вопросы или ответы. Собственно, существуют в разных сервисах разные типы голосования. Таким образом, когда вы заходите на какую-то из платформ, вы сначала видите самые популярные вопросы, и открывая какой-то популярный вопрос, вы видите самые популярные ответы. И, по сути, сервис собирает мнение людей и показывает популярные вопросы-ответы первыми. Вот это тоже важно очень, да, то есть, если вы пролистнете, например, ответ в каком-нибудь вопросе, их там достаточно, может быть, много, но вверху будут самые популярные, это не значит, что они самые последние по времени. То есть, и не значит, на самом деле, иногда, что это самые правильные ответы. То есть, в этом-то и смысл, что вы можете посмотреть ответы других людей и сделать некий вывод. То есть, и вот важно еще понимать, что такие сервисы, по сути, они показывают наиболее актуальный темный вопрос, который интересует вообще людей. То есть, вы можете сделать некий тренд и средств знаний, и понимание вопросов, вот что беспокоит сейчас людей. Я сейчас, когда буду рассказывать, я буду переходить, в принципе, на эти сервисы еще, как бы, вот на сайт, и там более подробно потом расскажу, потому что, конечно же, в каждом из таких ресурсов существует разного типа разделы, рубрики, да, и вы можете там искать вопрос-ответы в зависимости от того, какая тема. Это тоже как-то понятно. И вот еще для себя я выделил, чем отличаются вот эти вот, собственно, платформы. Потому что чаще всего там возникают вопросы с вот такими, как бы, словами. Почему, зачем, как и сколько. Это такие вопросы, на которые мы в поисковике, собственно, ответы не можем найти. Потому что нам могут предложить только какие-то ответы, вот, собственно, в виде ссылок, да, ресурсов и так далее, но качественные ответы нам предложить не могут. Поэтому часто нас не устраивает поисковая выдача, и нам хочется узнать мнение, мнение других людей. И вот эти мнения, собственно, они собираются именно с помощью таких вопросов. Почему, зачем, как, сколько, ну, и так далее, и вот подобными вопросами. И сейчас быстренько пробежимся еще, собственно, если вы работаете, а вы работаете, естественно, где-то, да, или вы делаете свой проект, вопрос, если вы не использовали раньше эти базы знаний, почему эти базы знаний полезно использовать? Все это достаточно просто, но давайте быстренько пробежимся. Значит, смотрите. Допустим, вы не коммерческая организация или какой-то социальный проект, и зачем вам использовать вот эти вот базы знаний, допустим, за квестинг или кору? Во-первых, самое первое, что вы можете делать, это вы можете проводить исследования. Но можете задавать вопросы по вашей теме, по теме вашего проекта, и узнавать, что, собственно, люди думают об этом. Это бесплатно, и вы можете таким образом собрать действительно ответы, которые вас интересуют. Другой вопрос, что вам нужно задавать это в интересной манере. Далее вы можете как организация или как проект отвечать на вопросы других людей в вашей области, чем вы занимаетесь, тем самым повышая ваш рейтинг. И чем выше ваш рейтинг, тем более у вас будет возможности на платформе, и тем больше, условно говоря, людей будет доверять вашему мнению. И это тоже полезно, потому что, собственно, вы можете получить приток людей к вашему сайту на ваш проект через вот эти вот платформы. Также, например, когда вы думаете о том, о чем написать, например, вот вы занимаетесь, я не знаю, допустим, проект, опять же, социальный для людей с ограниченными возможностями. Но о чем конкретно написать, например, вот что более актуально, вы не знаете. Вот также вы можете провести некое исследование на какой-нибудь из платформ, посмотреть, что в этой теме людям интересно в данный момент времени. Ну, условно говоря, плюс-минус там, недели, месяц и так далее. Таким образом, вы можете найти более актуальные темы и написать, собственно, ответы на своем сайте, и дать ссылку потом в ответах на этой платформе. Тем самым, опять же, вы привлечете к себе новую целевую аудиторию. Если, например, ваш ответ станет наиболее популярным, то надо сказать, что вот эти вот платформы и базы знаний, они, в принципе, хорошо индексируются поисковиками, поэтому, опять же, если кто-то будет просто гуглить этот вопрос, да, то тем самым он сможет быстрее попасть на этот ответ на вас и прийти к вам. То есть это такой способ привлечения как бы новой целевой аудитории в том числе. Далее, как это еще можно использовать? То есть, естественно, что когда там на платформе, я потом покажу, там есть строка поиска, естественно, что в этой строке поиска человек задает какое-то слово или словосочетание, и вот, опять же, вам можно сделать исследование о том, по какому принципу люди ищут определенную важную для них тему. То есть, понимая, какие ключевые слова они используют, вы можете также эти ключевые слова, например, использовать на своем сайте, когда вы пишете какие-то материалы. Вот, тем самым это, опять же, будет хорошо работать. То есть это тоже некий способ проведения исследования. И, конечно же, последний, но самый банально простой и понятный способ, что вы такие платформы можете использовать как образовательные ресурсы. Потому что, как я уже сказал, что любой человек может ответить на любой вопрос, но если, например, кто-то, там, например, не уверен в достоверности или еще что-то, этот ответ никогда не станет самым популярным. Самым популярным ставят более правильный ответ, потому что проверяют его, условно говоря, люди, да, они проверяют на адекватность, на то, что действительно так это или нет, ну, если это какой-то вопрос, который там вообще принятый, да, либо то осуждение о каком-то вопросе, который, в принципе, с которым согласны большинство людей. То есть есть такие вопросы, неоднозначные, на которые нельзя просто ответить «да» или «нет» или «как-то односложно», да. Можно сказать, что скорее будет вот так. Тем самым вот это еще один способ понять вот на какие вопросы, как люди отвечают и к чему они более склонны. Собственно, вот что же касается, например, IT-проектов, бизнеса вообще, каких-то социального предпринимательства, например, вот платформы Quora, англоязычная и заквачная, они очень могут хорошо подойти, особенно за Quora. Так. Сейчас у меня немножко тут опять при перелистывании подвисает. Хочу привести несколько примеров. Ссылки потом доступны в презентации будут, вы можете перейти почитать. Ну, например, вот есть ресурс Hubber Hubber, наверное, все знают его, например, те, кто занимается, не знаю, так или иначе программированием. Вот. И вы можете просто погуглить, посмотреть, просто ввести Quora, да, и посмотреть, собственно, ну, то есть какие есть вообще материалы с этим словом. Так вот, что интересно, что, например, есть статья, которая говорит о том, что какие необходимые навыки по мнению пользы Quora нужно иметь вот сейчас, например, да, там, когда вы занимаетесь каким-то проектом или бизнесом. То есть такие вот сложные вопросы, да, на которые вы никогда не сможете получить ответ с помощью поисковиков. И вот здесь, например, приведена статья, если вы перейдете по ссылке, перевода, собственно, вот этого вопроса и тех ответов, которые есть сформированных. Это очень интересно. Вы можете посмотреть, что действительно вот по мнениям пользователей Quora, например, вот актуальны такие навыки, как артикуляция мыслей чувств, там, крастью велеть, самодисциплина, знание, собственно, невежества, харизмы и так далее. То есть это продолжается. В общем, это такой интересный способ определить какие-то сложные, найти ответы на достаточно очень сложные вопросы. Еще один пример, который хочу привести, это на сайте vc.ru, наверное, тоже некоторые из вас его знают и читают. Это бывший, который Цукерберг позвонит. Там есть некий такой кейс, как стартап привлекал бесплатный трафик к себе, собственно, да. И вот я вот чуть раньше кратко рассказал. Здесь вот, в принципе, описывается, как это делалось, да. И вот они описывают, собственно, это реальный кейс, как они использовались за Quora и что они делали. То есть первая стратегия, которую они использовали, это они искали релевантные вопросы к той теме проектов, которой они занимаются, да, и давали развернутые ответы, действительно полезные ответы и несколько вариантов ответов, вот. И, естественно, из этих нескольких вариантов они давали ссылку на свой ресурс. Вот. И нужно понимать, да, что если вы давите действительно правильные, хорошо описанные, развернутые ответы, то они станут популярными, и тогда все, в принципе, будут видеть вот ответ на этот вопрос. И даже если там среди пяти сервисов будет ссылка на ваш, то трафик на ваш ресурс будет достаточно большим. Вот. И вторая стратегия, которая занимается, это задавать релевантные продукты, вопросы, приглашать людей ответить на них. Это тоже очень интересно. Вы можете, например, вы занимаетесь, как я уже сказал, первая часть, да, как вы можете использовать, это проводить опросы. То есть вы, например, занимаетесь проектом для, например, людей с ограниченными возможностями, вы вот в вашей области можете начинать задавать вопросы такие интересные и спрашивать мнение людей, как это работает и так далее. Вот. Почему это важно? Почему? Потому что на таких платформах обычно вы не можете либо только задавать вопросы. Потому что, чтобы задавать вопросы, вот, например, на Коре есть такое понятие карма, да, это такое внутреннее, условно говоря, валюта, которое может прибавляться, если вы отвечаете или задаете вопросы, то есть если вы делаете другого типа задания. Вот. И таким образом вам необходимо там держать некий баланс между теми вопросами, которые вы задаете, и ответами. Тогда вы сможете более эффективно использовать эту платформу. Еще просто советую перейти вот тоже по этой ссылке, точнее не по ссылке, а вот я тут просто показал, что действительно много вариантов людей, особенно в стартапах, в технологических стартапах, используют The Quora для разного типа вопросов, да, и вот здесь есть в переводах достаточно много вариантов статей, например, ответы на то, вот, как построить бизнес-стратегию, там, и так далее, и тому подобное. Там действительно очень вдумчивые такие обсуждения есть. Единственный минус, опять же, как я уже говорил, это англоязычный сервис Quora, но в том числе вы можете попробовать русскоязычное заквященное и посмотреть, как это работает. Да, давайте посмотрим, как это работает. Сейчас я включу свой экран. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать мне, я просто буду переключаться между экранами. Так, сейчас, смотри, экран. Так, так, так. Ну что, давайте посмотрим. Да, вы видите, наверное. Давайте заквечиваем сначала. Итак, это ресурс. Я вот просто тут на телефоне смотрю, как это выглядит со стороны. Да, вроде переключается. Единственное, что это немножко притормаживает, но ничего страшного. Во-первых, во всех этих ресурсах регистрация очень простая. Вы используете в своей социальной сети, ничего сложного нет. И вот The Question, он как бы еще в бете находится. Странно очень, на самом деле. Но он, в принципе, существует достаточно давно, как я понимаю. И у таких, во-первых, платформ есть мобильные приложения. Это тоже очень удобно. Вы можете с телефона там что-то искать, отвечать и так далее. Значит, когда вы заходите в свой аккаунт, во-первых, у вас есть профиль, где будет статистика, на сколько вопросов вы ответили и сколько вопросов задали. То есть вот когда вы заходите, у вас есть там вопросы мне. То есть вот есть уведомления здесь, и вы можете посмотреть, что вот вам есть некие уведомления на те вопросы, которые вы подписали, если в начале вам рекомендуется ответить на какой-то вопрос. И есть рейтинг. Это ноль. Чем больше ваш рейтинг, тем больше у вас возможностей, и тем больше значимы ваши ответы, да. И, естественно, что вот самое интересное, это что-то у меня тут, кстати, уменьшено, давайте я побольше сделаю, да. Есть лента, есть темы, вот темы, давайте посмотрим, тут они действительно просто обширные очень. То есть, в принципе, все области жизни, которые только существуют, они здесь приведены, то есть вы можете найти, например, тематику свою, там интернет и так далее, там подобное. Видите, вот у каждой темы есть кнопочка «Подписаться». То есть, если вас интересуют вопросы по какой-то теме, вы подписывайтесь, у вас в уведомлениях будет высвечиваться появление новых вопросов или те вопросы, которые вы задаете. То есть, это намного, ну, то есть, это действительно удобно. Вот. Есть же также топ-вопросов, которые так прям очень яро обсуждаются сейчас, например, сегодня, да. Вот, например, сегодня всех волнует вопрос, правда ли люди могут посидеть в один миг. И, собственно, как, давайте на примере этого вопроса рассмотрим, как это работает. Еще раз, вы можете подписаться на обновление, посмотреть потом, да, чтобы приходили вам новые ответы. Вы можете ответить, предложить свой ответ. И вот, например, есть вопрос, есть ответ. Вот есть врач, такой-то отвечает, да, да, и вот у него есть, собственно, рейтинг, то есть, ну, это подтверждение, что люди действительно говорят этому ответу, да, 17 человек сказали, да, это окей. И что здорово, что вы можете поделиться этим ответом в своих социальных сетях. Например, когда вы, например, отвечаете на какой-то вопрос, вы можете поделиться на своей странице в Фейсбуке, да, и показать своим, своей целевой аудитории, что вы это делаете, чтобы они тоже, например, как-то поучаствовали. И также, как вы видите, есть другие ответы по популярности. Их действительно может быть много. То есть, таким образом, с помощью краудсорсинга, с помощью большого количества людей и пользователей этой платформы вы можете найти оптимальный ответ на свой вопрос, да, вы можете задать вопрос, который вас беспокоит. Опять же, как я говорил, вы когда проводите, например, исследование, и собрать мнение людей. И если вы будете задавать интересные вопросы в интересной манере, то будет достаточно много ответов. Ну, собственно, это все достаточно просто. Задать вопрос можно тоже любой. Вы когда нажимаете сюда, естественно, что вам надо там написать вопрос. Давайте напишем. И надо выбрать тема, да. Тема погоды. Ну, ладно, да, я не буду сейчас ничего делать, и надо загрузить там картиночку, и она просто потом появится. Собственно, вот и все. То есть, так это работает. Я думаю, что по The Question вопрос, в принципе, нет. Это все, это русскоязычная платформа, все на русском языке, все понятно, и вот есть рейтинги, да. То есть, как бы действовал я, когда первый раз зарегистрировался, а, собственно, что и произошло, да. Честно говоря, раньше эта платформа не пользовалась. Но вот стратегия следующая. То есть, вы можете подписаться на те темы, которые вам интересны, вам будут приходить уведомления о появлении новых вопросов, и также вы можете быстренько начать отвечать на те вопросы, которые вам кажутся интересными, да. И если вы будете отвечать интересно, у вас рейтинг будет расти. То есть, если вас будет лайкать. Вот. И таким образом ваш рейтинг будет расти, 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 и вы будете иметь возможность задавать больше вопросов. Так, хорошо. Давайте перейдем тогда на презы Кора, и это более интересное. Потому что это все-таки одна из самых старых платформ. Эта платформа появилась в 2009 году, она англоязычная. Но, в принципе, там все достаточно просто и понятно. Естественно, что вы регистрируете, опять же, просто по мейлу, либо с помощью социальных сетей. Это Facebook или, по-моему, что-то еще там, Google, по-моему, можно, да. И это выглядит вот так. Сейчас у меня почему-то опять уменьшено. То есть, есть ваш профайл, можете посмотреть. И вот у вас есть фид ваших историй. То есть, опять же, там можно задать те топики, которые вам интересны, да. Вы можете написать, например, там, социальные сети, продвижение в социальных сетях, что-то еще, ну, естественно, на английском языке, да. И у вас будут высвечиваться те темы, которые вам интересны, да. И те, которые находятся в тренде. И, собственно, есть два режима. Здесь можно либо читать, да. Вы можете читать ответы, вопросы, да. Либо отвечать. То есть, в каждом из... Вот, естественно, что изначально вам предлагаются вопросы, которые находятся в топах, да. Вот, например, кто выиграет бой, если там будет Билл Гейтс. Если бы Билл Гейтс дрался бы со Стивом Джомпсом, да. То есть, вы можете попытаться что-то ответить, а на свое мнение выразить. Это действительно очень хорошая система, когда вы хотите рассказать, например, там, или владеть какими-то навыками и знаниями и поделиться им с людьми вот под какими-то вопросами. Про ключевые слова хотел сказать. Здесь она, да. Вот эта строка, вы вводите здесь, ну, не знаю, там, маркетинг, например. И вот видите, есть разные темы. По маркетингу, например, у вас вываливается сразу достаточно много вопросов. Вот, например, какие крутые есть там люди, как я понимаю, да, которые занимаются рекламой. Сейчас. Видите, что вопрос собрал более ста ответов. Это потрясающе. Это действительно очень много. И 2,7 тысячи человек фоллоют этот вопрос. То есть, им интересно, какие там еще запасные ответы есть. Вот. И вот это выглядит вот так. И тут часто встречаются действительно очень развернутые ответы. То есть, вы можете таким образом действительно получить какие-то новые знания и навыки от непосредственных людей из области, которые этим занимаются. Почему они делятся своими знаниями, я уже рассказал, потому что им в том числе интересно привлечь трафик на свой ресурс, рассказать и заявить о себе миру. И таких вот возможностей тут достаточно много. Поэтому, если вы будете в том числе тщательно какие-то вопросы, пожалуйста, очень здорово говорю. Минус в том, что это англоязычное. Естественно, что это работает в основном на англоязычную аудиторию. Но, тем не менее, например, получать какие-то знания, вы можете кладить несложно. Так. Ну, и notification. Вы можете посмотреть, там, кто на вас подписался. Там еще какие-то вопросы, ответы, если вы задаете. В общем, все достаточно просто. Так, если... Тут есть еще, значит, возможность общаться с людьми, с пользователями. На платформе у вас есть сообщения. Ваш контент. Вы можете задавать свой вопрос. Вот я что-то задавал в 2012 году, в 2014 году. В общем, интересно. И тут вся история сохраняется. И что интересно, тут есть статистика по всему этому. Можно смотреть. Ну, то есть ресурс на самом деле работает. И, по сути, это некий стартап. Core – это стартап. Потому что в него вложено, насколько я знаю, порядка 15 миллионов, если не больше. И на каком он, там, раунде находится, я не знаю. Но, тем не менее, это, как бы, это бизнес. Вот. Давайте тогда перейдем на какой-нибудь еще, какой там ответ. Ответ. Ответ Mail.ru. Вот мне кажется, этот вообще сервис существовал достаточно давно. Ну, по крайней мере, у меня что-то часто вываливается, когда я что-то гуглю в интернете. Вот, не знаю почему, но, тем не менее. И это вот мейловская тема, которая существует, правда, очень давно. Тут также есть категория. Вы можете выбрать вопросы, поиск по вопросам. Спросить можете, задать свои вопросы, если у вас есть аккаунт на мейле. Вот. И также вот есть топ вопросов открытых на голосовании. Лучшие вопросы там. Вопросы лидера, например, да. То есть тут вот, ну, действительно очень много всего. И что интересно, у этого сервиса есть определенная лидербордская шкала людей. Это тоже здорово. Смотрите, за неделю, например, есть человек, который там собрал 1054. Это по количеству набранным баллам. Как я понимаю, баллы – это за каждый отвеченный, за каждый ответ, да. Или по лучшим ответам, например. Вот у Елены Марии было 20 лучших ответов на это неделю. То есть представляете себе, да, насколько большая платформа. И человек, ну, в принципе, может быть, это некое хобби такое, да. И вот к чему это может быть полезно в вашем проекте. То есть если вы на платформе становитесь действительно популярным и известным, просто к вам будут обращаться люди. И, возможно, уже вы сможете иметь какие-то взаимодействия с какими-то проектами или людьми уже помимо этой платформы. Это тоже интересно. То есть и... Просто интересная статистика тут есть. Я сложно, наверное, сказать про статистику. Ну, вот. Ну, вот, система выглядит так. Ничем не отличается, в принципе, от других систем, да. Все очень просто. Есть кнопочки, вопросы-ответы. И вот вопрос открыт одну минуту назад, да. И вот потом они падают вниз. Естественно, что новые появляются только сейчас. И потом они через какое-то время пропадают, если только их не поднимают хорошими какими-то ответами. Так. Ну что, давайте посмотрим, есть какие-то вопросы, если... Вопросы, вопросы, есть ли какие-то вопросы. Окей, давайте я вернусь тогда к презентации. Там буквально несколько слайдов, потом еще вернемся к демонстрации экрана. Так. И вот потом я очень рекомендую вам посмотреть, если вообще вы задумывались о том, чтобы каким-то образом использовать такие системы у себя. Если вот вы делаете какой-то проект, вы хотите сделать свою платформу, на которой вы будете транслировать какие-то вот вопросы, ответы, хотите сделать такую базу знаний в своем проекте. Это реально можно сделать, потому что существует достаточно много проектов с открытым исходным кодом, которые делают платформы. Они есть на GitHub, и вы можете это использовать. Я сейчас перечислю несколько из них. Так. Во-первых, да, это инструмент с открытым исходным кодом. Что это такое? И я недавно проводил вебинар по GitHub. Я очень рекомендую вам зайти и посмотреть запись этого вебинара. Там я рассказываю, что это такое GitHub, вообще как этим пользоваться и так далее. Сейчас в двух словах я просто расскажу, что это такое. То есть открытый исходный код – это значит, что программисты выкладывают вот основу кода программы или сервиса или приложения в открытый доступ, например, на платформу GitHub. Это такой сервис онлайн, который позволяет отслеживать версии. То есть с помощью этого сервиса можно также отслеживать изменения в проекте. Это очень удобно. Удобно еще тем, что, например, любой другой программист, видя ваш проект, если, например, ему понравился какой-то ваш сервис или приложение, он может его скопировать себе и начинать развивать его дальше сам. Таким образом, вот так это и работает. То есть практически все те сервисы, которые я сейчас покажу, они так и работают. Просто группа программистов, по сути, там, какая-то делала один сервис, например, она его потом выкладывает. Вы можете его просто потом скачать себе или там скопировать себе на GitHub, и разрабатывать его дальше, вносить какие-то изменения и адаптировать под себя. Но, опять же, рекомендую посмотреть запись вот эта, потому что будет более понятно, о чем идет речь. И это значит, что это бесплатно, и это, опять же, не... Ну, то есть это вот для некоммерческих или там социальных предпринимателей это очень важно, что это бесплатно. Вы можете использовать платформу бесплатно. Значит, первая из платформ называется Discourse. Это просто вот версия, по сути, как это выглядит. Выглядит, на самом деле, все платформы практически одинаково. Вот, то есть, я не знаю, там, может быть, есть некие различия в смысле, там, дизайна, но, по сути, это просто перечень вопросов-ответов, вот как мы сейчас смотрели на Quory, например, да. Вот, и суть в том, что платформа, каждая из этих платформ позволяет создавать вопросы, там, разбивать вопросы на рубрики и давать возможность зарегистрированному платформу отвечать на эти вопросы. И, исходя из каких-то систем, например, комментирования или голосования, некие ответы будут подниматься выше или ниже. Вот, собственно, выражается суть вот таких платформ. Просто у некоторых есть какие-то свои определенные нюансы в работе, у других их нет. То есть, значит, первый для Discourse. Вы можете зайти и посмотреть. Это тоже с открытым исходным кодом. Видите, там написано внизу. Sign up for a hosting trial или install yourself. То есть, вы можете скачать код вашей будущей платформы, на себе на сервер или, там, на сторонний сервер, ну, то есть, с помощью программиста, естественно, и пользоваться бесплатно. Следующая платформа – это Lamp CMS. Она вот… у них на сайте есть просто описание такое, но тут, в принципе, тоже понятно, что вот вы можете посмотреть какие-то возможности, примеры и так далее. И также можете скачать себе, то есть, с помощью программиста вы можете установить эту систему себе, и у вас будет своя. Опять же, вопрос, там, русификации. Но, тем не менее, это, там, наверное, тоже второй вопрос. То есть, это не так будет сложно. Возможности, по сути, такие же. Далее есть, я не знаю, шападо или на какую услугу дарения. Тут маленькая картинка, как это выглядит. Тоже, в принципе, ничего нового в интерфейсе нет. Позволяет это, собственно, делать вот question-and-answer платформ и позволяет задавать вопросы пользователям, отвечать на них. То есть, тоже третья платформа. Четвертый вариант – вы можете использовать инструмент QROR. Сложно-произносимый. QROR, наверное, читается сокращенно. Как вы видите, тоже ничего сложного. Вот просто есть список вопросов, да. Далее есть теги. И вы можете задавать вопрос-ответы, и все. И ваши пользователи таким образом будут отвечать на них. Есть вот там количество view, ну, то есть, сколько посмотрела эта тема. То есть, все платформы, в принципе, ничего сложного. Это тоже бесплатно. Вы можете установить на свой сервер. И OSQA, значит, это вообще, на самом деле, система, есть платная версия, но бесплатная версия, которая включает в себя, в принципе, только систему вопросов-ответов, она бесплатная. Потому что это такой basic, называется AnswerHub, вот. Но версия для корпоративных клиентов у них там есть платная. Но, собственно, вот некоммерческая организация или просто разработчики могут, опять же, найти на GitHub, сохранить к себе и вот установить этот такой, ну, основной ограничивающий модуль. Так, и да, в принципе, да, просто два раза у меня там ошибся, не удалил слайд. Значит, если вы хотите более подробно узнать о том, на чем они написаны и как они сделаны, советую вам зайти по этой ссылке. Это ветка на Quory, как раз, где есть описание того, какие есть примеры. Давайте еще раз я расшарю свой экран. Так. Окей. Ага. Просто тоже на телефоне проверяю, как это выглядит. Так. Ну что, трансляция идет. Ага. Отлично. Я просто хочу еще на Stack Overflow зайти. Это такая штука для разработчиков. То есть такая вот тоже система вопросов-ответов для программистов. Что интересно, наконец-то есть русскоязычный интерфейс. Это очень здорово. Вот. И здесь действительно, то есть, если вы начинаете учиться там программировать или программируете, вы можете вот задавать все вопросы здесь. В том числе вы можете отвечать на какие-то вопросы. Опять же, да, это вот хорошая система обучения, да. Вы знаете, что на платформах по онлайн-курсам, например, часто сделано так, что на задания, которые даются студентам, в принципе, отвечает не преподаватель, потому что он теоретически не может сам ответить, там, например, на десятки тысяч домашних заданий, которые делают студенты, да, по всему миру, потому что это онлайн-курс. И что происходит, что сами студенты оценивают друг друга. Также, по сути, вот эту систему можно использовать еще вот для этого, да, вопрос-ответа. То есть когда вы выкладываете какое-то решение, а студенты ваши, например, оценивают то, как вы сделали ваше решение. То есть вот это еще один способ. Давайте посмотрим, я не знаю, какой-нибудь вопрос здесь горячий. То есть те, которые более обсуждаются, вот количество ответов. Ну, я не знаю, давайте любой ответим. Тут вот просто все заточено именно для программистов, это удобно. Видите, вы можете написать вопрос, там приобретать матрицу так, чтобы строка с номером непосредственно располагалась такой-то. Да, и вот есть часть кода. Дальше вы можете написать теги, к чему это относится, и, собственно, комментарии некоторые, которые могут быть. И далее есть такие же ответы, люди пишут ответы, и это такое вот, вот. Все достаточно интересно. Значит, если вы нажимаете на пользователя, то у каждого пользователя есть такой свой профайл. Он открытый, как вы видите, я не зарегистрировал, не вошел сейчас в эту систему, а профайл открытый. Значит, это очень тоже здорово, что, в принципе, для программистов это работает в плюс. Значит, если у программиста есть GitHub, да, во-первых, то есть это очень влияет на то, насколько он действительно работает с проектами, в каких проектах он участвует. И вот активность на Stack Overflow – это, наверное, еще один способ, например, посмотреть, насколько активен и хорошо там работает программист. Вот. И здесь можно посмотреть, например, сколько ответов он дал, сколько вопросов задал, и с каким количеством людей он пересекается. Это, наверное, связано с количеством людей в каждых вопросах, каким-то образом это оценивается. Те, в которых он участвовал, лучше сообщения – это по количеству. То есть тут вообще очень большая хорошая статистика по всем ответам, да, и вот таким образом вы реально можете найти, например, себе хорошего программиста в команду. Вопрос, да, как это сделать, вы можете посмотреть на Stack Overflow. Как ни странно, да, но вот есть такой способ, вы можете сделать это. Также вы посмотреть через сообщество можете, да, либо по задачам. То есть еще такая хитрость такая, наверное, есть, что, например, если вам нужно сделать какой-то кусок задачи, никто вам не запрещает размещать ее здесь, да. Только вопрос в другом, чтобы размещать несколько вопросов, да, вам нужно иметь какой-то статус, да, и тем самым вам нужно отвечать на эти вопросы. То есть это взаимосвязано. Но, тем не менее, вы можете такие системы использовать с помощью как раз для того, чтобы с помощью краудсорсинга большого количества людей находить ответы на ваши вопросы. Вот. Это именно что касается для программистов. Что еще? Я просто думаю еще на The Question зайти и посмотреть вообще какие есть вопросы в какой-нибудь социальной сфере, в некоммерческих проектах, потому что, ну, как бы я уверен, что они есть. Просто интересно, в каком разделе это находится. Вот. Темы. Это в темах какой-то вот еще был ресурс, связанный с вопросами и ответами. Ask me. Ну, это немножко другое, да. Это немножко другое. Бизнес, технологии, красота, архитектура. И, кстати, их очень много почему-то реально остало. То есть вот я листаю. Представьте себе, да, то есть это уже 3-3, наверное, штук 40. Высшее образование, кофе, логика, авиация, театр, экология. Ну, вот экология, в принципе, тоже интересная. Можно посмотреть, собственно, какие вопросы вообще задаются, да. То есть, как я вначале говорил, чтобы исследовать вопрос, что беспокоит людей, например, о чем написать материалы и так далее, или у вас есть просто идеи вашего проекта, супер эта возможность протестировать какую-то вашу идею, задав вопрос. И посмотрев, что беспокоит людей, находя таким образом ответы на вопросы людей, вы можете сформулировать какой-нибудь из социальных проектов. Вот, например, Дмитрий Левенец есть, да. Мы его знаем, например, потому что мы с ним не сотрудничали. Это человек, который, значит, как бы у него сейчас есть Recycle Mac. Вот у каждого тут человека есть тоже профиль. В этой системе. Тоже интересно, можно посмотреть рейтинг. Видите, у него 216 есть вопрос-ответы, подписчики, подписки. То есть еще можно подписаться на определенного человека. И это очень здорово, потому что вы, как организация, то есть на вас люди могут подписываться. Таким образом они будут коммуницировать с вами более интенсивно. Ну, естественно, что по экологии это про елки сейчас Новый год. Это какие-то банальные общие вопросы. Далее рациональный способ использования ресурсов. Так. Ну, в общем, кажется, что интересно, что-то можно найти здесь. Ну, вот, там, не знаю, чем грозится таяния ледников в Арктике, да. То есть, в принципе, это такая тема очень известная. И она не очень популярна здесь, потому что всего один комментарий, и 14 человек их смотрели. Ну, в общем, вот, да. Так. Давайте в топе еще посмотрим. Вот что, например, волнует людей сейчас? Значит, посидеть, какие книги почитать. Давайте посмотрим, что социального здесь есть из, вот, вообще, как бы, или касаемо общества. Ну, политику брать не будем. Ну, сейчас, конечно, начинается пара отпусков. Наверное, людей мало волнует вообще. Что-то все думают о том, что Новый год, елки и так далее. Так. Сейчас просто пролистнем. Даже самому интересно. Книги. Вот, например, про городскую среду. Вот интересный вопрос, да. Нужно ли выделять специальные места под граффити? Потому что все мы знаем, что граффити, с одной стороны, это красиво, с другой стороны, это портит городской вид и их закрашивают. И вот хороший вопрос, да. То есть, например, теоретически это идея для проекта, да. То есть сделать такой социальный проект, который бы находил как бы законные места того, чтобы люди там рисовали граффити. И это было бы здорово, потому что это бы давало городу возможность как-то быть, ну, уникальным, да. А тем людям, которые хотят вот высказаться, да, нарисовать или выразить себя, да, это они могли бы делать в таких вот площадках. То есть вот, например, вот этот вопрос, он действительно хороший. И на основании его можно посмотреть, во-первых, что люди об этом думают, как они к этому относятся. И далее, что как бы, собственно, вообще с этим делать. И вот ответ здесь имеет 12, условно говоря, лайков. Интересно, да. И вот отвечает некто Георгий Лаппо, да, это советский российский географ-урбанист. И вот он говорит, что граффити выполняется людьми разными. Да, и вот он говорит о том, что много стен, на которые можно облагородить. Так, да, вот он, в принципе, высказывается за то, чтобы можно было это делать. Ну, в общем, вот я просто на примере этого вопроса хотел показать, что существуют действительно интересные обсуждения, дискуссии, и люди активно принимают в них участие. По сути, даже если кажется сначала, что вопрос какой-то странный или не имеет смысла, ну вот действительно могут отвечать некоторые авторитетные такие люди. И можно посмотреть вообще, например, кто в вашей области, которым, ну, которой вы занимаетесь, тем проектом, да, можно посмотреть, кто отвечает, да. Тем самым вы можете понять, кто этот человек, к чему он занимается. Ну, понятно, что у нас, наверное, есть большое количество просто людей, которые там от нечего делать это дело, да, потому что это, наверное, пошло... Это в менталитете у нас есть, такое нечто, понятие, не знаю, кухонные посиделки, когда людям нравится что-то спрашивать, давать рекомендации, да, там своим близким, друзьям, знакомым. Если их нет, сейчас есть интернет, каждый может стать советчиком, другим людям, вот, собственно, это классно. Ну, мне кажется, я уже перечислил достаточно много плюсов, как использовать эти платформы для своего блага, для своего проекта. Да, и вот я смотрю, что вот этот Георгий Лапа, он, в принципе, достаточно часто отвечает... Да, здорово. Так, ну что, давайте я переключусь тогда, демонстрацию экрана остановлю и... Перейду уже к вопросам и ответам, потому что время бежит, и давайте, да. Так, значит, читаем теперь чат. Юрий спрашивает, а есть какая-то грань, которой не стоит переходить, чтобы активность на заквачивание перешла в саморекламу? Ну, я думаю, что тут нет такого внятного ответа, то есть понятно, что если вы будете каким-то образом рекламировать какой-то свой товар или услугу, то это будет навязчиво, и понятно, что это реклама, да. То есть другое дело, что, как я уже говорил, вы можете, там, например, свой сервис предлагать как вариантов, как один из вариантов ответа на какой-то вопрос. То есть все индивидуально, да, просто вы... Ну, тут все просто, да. Вы смотрите на реакцию людей, если она нормально, адекватная, значит, все окей. Если нет, то вы просто в следующий раз задаете вопрос как-то иначе или отвечаете как-то иначе. То есть просто, мне кажется, на каждой платформе есть свои какие-то особенности, которые нужно понять, там, за какое-то ограниченное время это, в принципе, легко сделать, да. Это как разные автомобили, там, или, там, еда, там, или кофе в разных кофейнях. То есть есть свои особенности. Аналогичный вопрос. Отслеживает ли эти системы разговор сам с собой с двух формами разных аккаунтов одного человека? Да, интересный вопрос, кстати. А какой смысл, кстати, вот вопрос, зачем с двух разных аккаунтов это делать? То есть вот вы преимущество этого в чем видите, мне интересно. То есть, ну, вот, например, вы задали вопрос, а с другого аккаунта вы ответили, да, и дальше что? То есть цель-то какая? Цель как раз собрать как можно больше мнений от людей и как можно большему количеству людей показать свои ответы, чтобы они видели, что вы отвечаете, кто вы, что вы делаете. Ну, тогда реклама своего сервиса, но я вот не вижу преимущества в том, чтобы вот использовать именно... Возможно, вот искренне кажется, что никак это не отслеживается, то есть, возможно, вы можете как-то немножко помочь себе, там, не знаю, там, лайкая, да, например, но с другой стороны, если это будет постоянно, то просто, ну, это то же самое, знаете, как в социальных сетях лайкать свои посты, да, то есть в своей новостной ленте. Это как бы с одной стороны незаметно, а с другой стороны странно, да, то есть тут, опять же, однозначного ответа нет. Вот. Есть ли еще какие-то вопросы? И с радостью отвечу. В общем, мне кажется, что потенциал у таких ресурсов он огромный, серьезно. То есть вот Quora – это вот с точки зрения образовательного ресурса, это вот вообще, наверное, номер два после Википедии. Это просто вот действительно безграничное что-то. И что самое интересное, на Quora можно найти очень известных людей, то есть каких-то фаундеров, каких-то технологических стартапов. Ну, я не уверен, что там есть, например, там какой-нибудь Сергей Брин или Эл Маск, но, кстати, Сергей Брин. Или, например, Цукерберг. Ну, вот что-то... Что-то более такие вот серьезные, да, могут быть. Так, сейчас я ввожу просто Марк Скерберг. То есть вы, если задаете какой-то интересный вопрос, реально какой-то человек может вообще заметить, если это интересно касается его бизнеса, может ответить. Вот Quora этим отличается очень сильно. Вики-подобные движки. Ну, смотрите, Олег, здесь, как я вижу, некая есть разница между вот базами в формате вопрос-ответ и Вики-движки, потому что там нет обсуждений. Вики это больше... Что? Это больше даже описание каких-то вещей, ссылка на ресурсы и, возможно, комментирование. Но не совсем так. Нет голосования, например, и нельзя понять, какой наиболее оптимальный... То есть вот это немножко другое. Даже на GitHub зайду сейчас. Смотрю, как GitHub использует Вики-движок. То есть это точно, что по-другому. Прошу прощения. Так. Ну да, то есть все-таки Вики это больше некая информация, которая максимум обсуждается в комментариях и нет. Да-да-да, как я и сказал. То есть вот здесь суть как раз вот в этом, что есть рейтингование ответов и вопросов. И таким образом вы можете найти оптимальное решение для своего вопроса или там какого-то... некого задания. Прошу прощения. Вот. Это вот так. Так, ну что. Есть ли еще какие-то вопросы? В общем, резюмирую. Хочу сказать, что у таких платформ, как база знаний в формате вопрос-ответ есть большой потенциал для... как для личного использования, так и для организации, некоммерческой организации, для каких-то социальных предпринимателей. Потому что с помощью таких баз знаний вы можете найти ответ на свои вопросы, провести исследования для своих тем, стать таким вот источником... известным источником ответов на вашу сферу, да, и таким образом вы можете привлечь свой новый трафик к себе в проект. И это, в принципе, бесплатно. Если вы это делаете правильно, да, то есть, то все получится очень эффективно. Вот так. В принципе, наверное, это все, что я хотел сказать. Спасибо большое, что присоединились. Вот. И тогда встретимся на следующих вебинарах. Но прошу вас, пожалуйста, не уходить еще. Секунду, секунду, секунду. Самое главное, самое главное. Анкета. Самое главное – это анкета. Пожалуйста, заполните анкету. Я буду вам очень признателен. Вот я кинул ссылочку. Тут зависло. Так. Хорошо, я тогда здесь даже отключу, наверное, уже вот так сделаю. Да. И хочу Facebook еще скинуть просто анкету. Пожалуйста, запомните это. Замет вообще буквально там пару минут. И видеозапись и презентация будет доступна чуть позже. Я думаю, что в начале следующей недели. Поэтому цель моя, чтобы вы принимали участие в вебинарах и задавали вопросы. Следующий наш вебинар последний будет в этом году. Я надеюсь, что мы успеем его провести. Он будет планируется по грантам для некоммерческой организации. В частности, мы поговорим про Google-гранты для таргетированной рекламы и про организацию Infodonor, которая занимается предоставлением программного обеспечения Microsoft для некоммерческой организации. И это все зависит от того, когда спикер сможет. Я надеюсь, что мы успеем до конца декабря. В общем, еще раз говорю спасибо большое. Пожалуйста, заполните анкету и до встречи на следующих наших вебинарах. Продолжение следует...